вроде новый год закончился а вы а вы вы как бы это не дошедший дед мороз до цели просто я пытаюсь понять значит все значения вот этого перформанса что это вообще собой представляет я про макаронного монстра слышал я ничто не слышал ну про постов поста форианцев что ли не слышали это церковь летающего макаронного монстра я не знаю возможно пусть она есть я не знаю в чем вас агрессия не вообще никакой агрессии я доброжелательно настроен я просто пытаюсь понять что вот это вот на голове означает и это понимать я вам сейчас объясню я никогда в жизни наушники не носил такие и люди ходят на улице таких я никогда не мог понять и никогда у меня даже мысли не возникало кому-то просто почему в таких наушниках например вот такие кепки никогда не носил тоже никогда ни одному человеку почему-то кепки то есть вы считаете что кепка на голове и наушники на ушах должны вызывать вопросы а то что у вас на голове находится не должно как бы ну кепка это головной убор наушники чтоб слышать это моя кепка в чем вопрос нет я просто пытаюсь понять почему именно такая она же наверняка неудобно тяжелая почему она очень удобно из чего она у вас сделана из дерева из пробки сделано из пробки но я про не но вы же наверняка таким образом как бы создавите подашь вот я по я интересуюсь что это такое это что я ничего не создаю просто люди носят не дом неудобные джинсы носят неудобные шмотки где-то носят они носят и носят никаких вопросов не вы просто тролль 80 уровня я вам скажу на меня там он тоже неадекватно реагирует хотя я выгляжу вполне себе нормально вот я прочую что вы чаще всего слышите в свой адрес когда вот ну то есть вот люди вас видят они же наверняка еще и по впитав в этом выпившем состоянии они начинают там дыбу и дурок наверно до оскорблять нет кстати но бывает они все хотят но в основном люди многие позитивно реагируют там подкали меня и поржать туда-сюда ну я не ржать начинает вот чем прикол поржали все там пытается вывести меня на какой-то разговор когда утухает на разговоре они сразу переключаются были компании такие сидели там я я сам люблю такие компании когда себя отбухает он человек 5 там девушки пацаны все-таки они крутые там все и и меняется через полчаса нашего разговора меняется все кардинально они они начинают извиняться говорит ну ну ты не обессудь вот игру я одному даже погонял дал бровь потому что у него бровь только из-за кадра видно было но он больше всех агрессивный был потом все так перевернулась он там да не обессудь вот сюда мы там прикал я бы ты больше всех орал что я такой-то там такой неприятный человек а хотя я никому ничего не сделал как бы это но они поменялись люди поменяли за полчаса почему-то оказывается в них есть они как бы вроде бы как есть людское что-то но они хотят как-то гнида больше в них преобладает получается и как вот он выпил да еще его понесло сразу он то есть таким образом вы как бы проверяете людей на адекватное восприятие то есть как они вообще отразили не проверяю меня миссии нет никого я люди адекватный по попадаются вот их можно определить сразу когда человек здравствуйте да здравствуйте и ты понимаешь что с ним можно общаться как бы я много приятных людей с кем можно пообщаться и музыканты попадаются и другой нации попадаются люди которые вообще ну не это как сказать с кавказа они вообще и полчаса общаемся я говорю а почему не задал вопрос что я в такой врыву ну сижу он видом не все по барабану я по голосу понимаю что человек адекватный не на мне просто интересно уж получается как производить определенное впечатление чего там кривить душой тогда вот с какой целью просто интересно я понял я выяснил для себя это вопрос весьма забавно цель особо то нет я сижу отдыхаю просто пивкой общаюсь как если попадается неприятный человек ну вообще я просто хотел пошутить на эту тему и сказать вначале что это наверное будущее россии россияне зарастут вот так вот отрастят все бороды вот и наверное вместо главных уборов вот как у меня будут деревянные кепки самодельные носить а а вы откуда из россии ну как бы это просто это надо еще чтобы в кочерыжке в твоей ронетке вот что-то было чтобы придумать чего-то такое я единственный что я придумал я говорю не просто огня люди футку прочит надеть проще одеть черную хрень глаза вырезать и сидеть там и а их переключают как бы вот чем проблема я завидишь я не позитив негативную ничего не несу пообщаемся на хорошую тему хочешь на плохую но плохую пообщаемся ты начинаешь агрессировать мы можем агрессировать но я стараюсь сильно не агрессировать я в меры разумных ничего такого нету вы политикой не интересуетесь или интересуетесь ну как интересуюсь в принципе в принципе да интересует про санкции последние американские что скажете слышали про то что байден подписал но я интересуюсь но я не говорю про политику сам проблема почему без объяснения причин боитесь последствий я ничего не боюсь просто меня не зачем это я интересуюсь для себя да а для чего мне я не собираюсь там какие-то митинги протесты какие-то есть одна проблема потому что я патриот я патриот как бы меня вы если бы узнали в каких условиях живу вы бы вообще то я вижу вот по косяку или что это у вас ну вот нет я если бы я что-то рассказал то есть это можно просто то есть я правильно понимаю вы живете плохо но вы патриот при этом да я у меня все хорошо в жизни то есть вы живете в нищете но при этом вы патриот это и вы называете это хорошо нет нищете как бы я я ничего не делают для того чтобы жить хорошо там я живу я зарабатывать только мне хватает я работаю сам на себя вот и все меня дают зарабатывать я работаю если я захочу я могу больше я смогу стать богатым вообще не просто что вы на стройке живете нет нет это у меня мастерская это мастерская мне потихоньку ремонт делаю как бы ну это еще как бы просто такая я другая половина у меня там ремонт и все есть как бы здесь но просто вы сказали если вы видели в каком я состоянии живут в каком положении то есть получается я такой уж у бедно да не бедно не просто нет все были здорово как ты здесь живешь я скажу другое что много людей живет семьями гораздо худших условиях и это же патриоты многие молодцы нет я то я за себя говорю что я могу улучшить свою жизнь я могу жить хорошо но я не хочу я хочу свободно жить хорошо чтобы меня никто не напрягал как связано свободу с уровнем жизни я понять не могу то есть если вы будете жить лучше чуть-чуть по состоятельнее вы будете не свободным что ли как это вообще я вам объясняю вы понимаете когда бизнесмены бросает все и уезжают в лес жить я из таких людей бизнесмены в лес я думал что бизнесмены напротив живут там где можно свои услуги предоставлять там и торговлю торговля осуществлять или что еще производит они все бросает уезжают жить в лес деревне свои строят мы может не знали да про каких его бизнесменов говорите проекта поселенцев может каких-нибудь или фермеров или кого еще не знаю короче есть такие люди которые бросают все айпишники кстати а пишите уезжают айтишник не айпишник да не суть в этом дело не вы меня поняли но я понял я я же выпивший как бы я не собираюсь показывать какое там я я могу с ошибками писать как неудобно так я пишу так что дело не в этом ну то есть короче говоря вас устраивает ваша жизнь менять вы ее не собираетесь нет ну когда захочу тогда буду менять а когда вы захотите вы понимаете в чем проблема в том что таких как вы людей в россии большинство и десятки миллионов а таких как я например которые хотели бы свою жизнь улучшить вот есть у меня такая склонность постоянно стремится к совершенству во всех смыслах а я от вас завишу понимаете вас слишком много вот например я бы хотел сменить власть вот а не могу вот видите зачем ну затем вам все дала идите зарабатывать вы видите вот дала вот то что у вас да вот это есть этот вот бомжатник и мастерская я так живу я здесь не живу я сегодня выходные я здесь отдыхаю просто вот это надо а почему не дома но зачем не дома быть я действительно зачем мне дома быть это блин такой аргумент я в разводе зачем зачем смысле в разводе жена у вас квартиру отжал и вы живете в мастерской нет а я и осталку а ну вы оставили живете в мастерской зашибись у меня есть другая квартира я на выходных мастерской просто отдыхаю у меня есть баня я сегодня был шашлык-машлык мы отдыхали друзьями шашлык-машлык и все ну вот вы говорите зачем власть менять вот за тем чтобы не жить вот в таких условиях я здесь ночую только я не живу здесь я ночую на выход вы вы видели в каком дворце путин живет они вообще много их вот например геленджике помните от расследования в боках помните помните это только телевидение вы видели это если лидия да и о чем не видит видел конечно да я в москве живу здесь видно как они живут как они вообще все проблемы строили у вас до хрена таких там на рублевке живет и чего просто вот я вам про это и говорю про рублевку в том числе меня на них вообще пофигу ну то есть на ваши деньги они все покупают особняки там строят да там яхты самолеты а вам пофига вы живете вот-вот в мастерской соблезла вы когда голосовали за кого голосовали я не голосовал потому что выборов у нас нет в стране есть переназначение какой смысл как с какой смысл голосовать какой смысл вообще туда ходить и за обеспечивать им явку я хотел бы голосовать если были условия но не даю здесь для чего сидите на что ли выйти в навальненок что ли лечу вы навального хотите лечу в смысле хочу навального я же не женщина и мужчина у меня нет таких склонностей нет не надо цеплять слова вы меня прекрасно сказали вы хотите на и чтобы навальный стал президентом получается нет я хочу чтобы вообще кто-нибудь кроме например например кто ну например мой сосед у меня классный сосед дядь витя вообще мужик офигенный просто сейчас его президентом сделать он порядок наведет сто пудов у нас у каждого сосед который как накатит все все президентом хотя естественно да и любой из этих соседей ничуть не хуже путина я вам скажу в чем проблема то выдвигайте соседа проблем а проблема в том что когда выдвигают то то их задвигают кандидатов понимаете на вы выдвигаете в чем проблема я же вам объясняю помните в 2019 году в москве 63 кандидатов от муниципальный фильтр отсеял и вышли люди на протест помните были протесты 27 июля 2019 года в москве 63 63 кандидатов отсеяли не пустили их на выборы в мосгордуму а вы говорите выдвигать выдвигают и что толку ну значит значит господь и вселенная не на вашей стороне значит они хочет чтобы вы пришли к власти у меня такое ощущение вот вот знаете я мог бы например сказать что вы психически ненормальный человек но тогда получается у нас таких больше половины страны вот людей которые рассуждают также вот вы серьезно что ли вот вот так вот если вот без смеха да вы вот себя слышите со стороны ну значит вселенная не на вашей стороне может быть правительство у нас ведет нечестную деятельность может они узурпировали власть они вселенной причем здесь вообще вселенная может нами сверху управляет масоны наверное анунаки кто там еще нет масона они внизу я говорю сверху мы же не можем просто так вот вам дать наушники чтобы сидели кто-то позволяет это делать нет эти наушники были собраны по американским технологиям в китае понимаете они не с неба спустились хорошо что что вы хотите чтобы у меня себя свою эту шайку подбивает или что нет я просто с вами разговариваю выясняю вообще как вы мыслите впрочем ничего нового как бы вы стандартный типичный россиянин опять вот этот набор штампов что от нас ничего не зависит нет я не говорю что от нас ничего не зависит я не хочу ничего менять меня все устраивает вот именно вас всех все устраивает вы ничего не хотите меня а вы а вы типа такой че гевара там за народ боретесь да что вы делаете кроме того что как сидеть наушники я жить хочу по-человечески я просто живите кто вам не дает вы не даете вы не даете в москве на съемной квартире ну и в чем проблема проблема в том что я хочу в своей квартире жить а не мыкаться с места на место и хочу нормально работать зарабатывать нормальные деньги люди мыкаются а потом приходит к ним удачи они живут это вы сами сейчас себе придумали про удачу про какую-то но если вам не плетно начнет поменять жизнь не нравится он и дайте в америку там вас ждут светом и это тоже в эту же копилочку да не нравится россия валит сша да и вам проблема то я понять не могу проблема вот смотри вот смотри если мне не понравится что-то я скажу да то я поеду туда где мне нравится есть я тебе скажу так я я уже на ты перешел я тебе скажу так что ты в америке нафиг не нужен тебя там не жду поэтому есть такие которые вам на вольнято маленькие все хотят в америку ехать думаю там и там она дает это не ругайся матом эту проблему могут возникнуть от рулетки и у меня могут на youtube канале проблемы возникнут со стримом меня вообще по барабану но заблокирует стрим я просто вынужден буду переключиться мне интересно с тобой реально общаться интересно да интересно подожди ты меня ты меня начал напрягать я валерьянки давай выпей ты главное не переборщи там у меня с этим все нормально у тебя там запаса боярышника до боярышника ну ты ж не валерьянку пьешь боярышник он запрещен давно кто тебе сказал ну кто я тебе серьезно на тебе виднее я же не не интересуюсь этими делами я типа бич но но ты же знаешь я же не в курсе что запретили про политику тоже ты там не не в теме я я еще в какой теме я еще в какой теме ты что ты мне скажи вот по по твоим собственным как бы вот ощущением да вы вообще никогда не помните кто вы понимаешь вот мне мне из-за границы патриоты вот ну такие вот как ты которые туда уехали смысле но по состоять ли они меня упрекают говорят ты русофоб говорят вот ты не любишь россиян не любишь россию а сами туда уехали за границу и оттуда теперь меня патриотизм учит есть такие есть которые нормальные люди там живут тоже бывшие россияне а есть такие вот вот и говорят что надо говорит объединять народ надо говорит всех таскать собрать вместе и чё дальше с вами делать вот вас соберешь вместе да и и что вот мы с тобой сейчас общаемся ты какие выводы делаешь из этого ты будешь жить так же как и жил правильно естественно ты чё нужно есть свое мнение понимая естественно у меня не будет свое мнение это будет стадо это печально чувак у тебя мнение своего нет вот именно просто да ты хорошо подметил у тебя нет мнения все что ты говоришь ты повторяешь просто из телевизора так тебя научили нет я телек не смотрю вообще это вот ты собираешь такое стадо как навальный ты такой же стадо собираешь всего-то взял я не знаю что у вас получится я мне вообще как бы на вас по барабану чего там может и и он и преемник или ну мне на вас было пофигу и пофигу я игрушки я патриот я россиянин я раз не родился здесь они где-то вот чем проблема и меня пока если жить я только сегодня зрителям рассказывал как я свиней держал ну я рос в сельской местности вот про свиней рад ты держал свиней же наверняка когда нибудь вообще вот свинью если переселить в нормальные условия человеческие она все загадит она не может ну не под под себя не ходить я тоже все устраивает понимаешь но вот я в свинарники жить не хочу как будут заложником ситуации являюсь в общем я к тому выводу прихожу что проект подведя итог всей моей проделанной за несколько лет работе вы безнадежны абсолютно и меня тут упрекать нет никакого ни у кого никаких оснований никакого права 1 я тебя не упрекай мне еще нет это не упрекаешь это понятно не горжа вообще вот вот здесь честно меня ходить я русским словом так надо но я не хочу материться ну ты же уже материшься я бы давайте это не стоит они мы говори я все стерплю дохода просто просто какие-то у тебя эти фантазии влажные видишь я общаюсь я обычно таки уже давно а ты вы за что за что ты мне скажи вот за что за правду ну когда правда счету взял что это правда ну потому что это правда ну чё правда вот я декста и не ищий понимать мои ты нищий ты бесправный у тебя нет собственного мнения у тебя нет воли характера по сути ты ведешь себя не как мужчина ты говоришь я живу меня все устраивает вообще не так я тебе сказал что я не нищий я я деск да я вижу вот позади тебя твой интерьер ты сидишь не в квартире в своей я рассказал что я отдыхаю мастерской хочу ты не на канарах отдыхаешь а вот в этой вот вот покажи мне вот поверни камеру покажи я патриот я отдыхаю в крыму либо сачах на варианта я не езжу я никуда не тебя никуда не выпустят скоро скоро введут санкции такие что вы никуда не выйдете будете сидеть у себя вот в пределах это где ты сейчас живешь какая у тебя оба я никуда не еду я и он у тебя какой скажи где ты живешь я на север ну и я так и думал что то что там и мне подсказывает смотрел для своих типа там с кем там все перебух что типа вон пинишь тут я же объясняю я не ищу мне кстати я тебя еще уточнился у меня есть свое мнение я не хочу слушай ты говоришь про революционеров мы не революционеры потому что где ты видел где ты видел россии революции во-первых во вторых ты твое мнение ничем не отличается от позиции официальной власти ничем где она твое мнение ты просто как попугай повторяешь то что тебе в телевизоре сказали и все какое у тебя мнение я его не смотрю очень проблем у меня да ты слышишь то что вокруг говорят ничего не слышу я смотрю все новости смотрю все новости смотрю все в новостях тебе рассказывает про то что америка враг что мы хорошие мы лучше мы живем хорошо к россии встала в колен и кто кроме подожди подожди если ты говоришь понимаешь политики в америке показывают то же самое а нас ты там ты смотришь эти американские телеканалы что ли ты знаешь английский язык нет я знаю что ты знаешь какие у тебя там люди есть которые тебе что-то говорят ну чувак ну нахрена ты лапшу пытаешься мне на уши навесить я не из тех понимаешь собеседник общаюсь я день не пытаюсь если ты мне что-то не веришь тогда переключайся в чем проблема я я не то чтобы тебе не верю я просто знаю что ты сказал бы это слово но не буду ты бы знаешь сколько я слов тебе сказал ну я видишь как сдержался я вообще же взрывной человек но я сдерживаюсь я пытаюсь тобой диалог вести удивительно песен ты меня бесишь вообще конкретно естественно патриот тебя думают тебя думающие люди бесят вальдона не вальда вообще к навальному никакого отношения не имею чтоб ты понимал я не разделяю его политические позиции блин уже так кто у нас байден значит мне зарплату зеленский должен заплатить еще навальный ты представляешь как я золочусь я квартиру в москве себе тогда куплю твоими устами бы блин не бояру пить и такой че гевара допустим ну ты не достоин конечно этого названия по любому я сравнивать я сравнивать то это еще гнида был за что за что ты бьешь и типа такой я народу хочу дать добро там нифига подобного не нет и сейчас зависит зачем ул слушай зачем такому народу как ты нужна свободы зачем помнишь у пушкина было зачем стадам дары свободы их должны резать или стричь это всего лишь пушкин и за стихотворение и нифига себе всего лишь пушкин пушкин писал про таких про твоих дедов которые также как ты были крепостными ты тоже крепостной я тебе говорю что пушкин да но он писал писала смотри смотри Я тебя не троллю сейчас, я просто с тобой общаюсь и я просто говорю так, как оно есть. Ты бесправный, крепостной. Хорошо, хорошо, давай. И таких, как ты, десятки миллионов в этой стране, это трагедия, пойми ты, блин. Хорошо. Из-за вас ничего не раз... Вот ты говоришь, ты в мастерской живешь, что ты производишь? Что ты в этой мастерской делаешь? Я не живу здесь, я отдыхаю на выходные. Хорошо, ладно, ты отдыхаешь, ты что производишь в этой мастерской? Что ты там делаешь? Тебя это вообще никак не должно ебать. Короче, ты пи***ол. Извини, конечно, за эту правду. Ну ты тоже пи***ол, ты простишь пи***ол не делаешь. Нет, я тебе говорю, как оно есть. А ты сейчас мне про какую-то мастерскую рассказываешь, не можешь показать свои инструменты. Вот просто... Ты нужен, подожди. А, ну конечно, да. Ты нужен тебе показать. Ты кто такой? Вы трепло, вы все, блин, хорошие. Вы рассказываете про себя, что вы такие состоятельные, богатые, все у вас хорошо. Вы просто, вот как ваше правительство, просто балаболите. Вот вы реально балаболите. Все в правительство, да. Я же тебе... А потому что вы точно такие же, как и оно. Подожди. Ты, ты вот смотри, ты же не знаешь, что это человек. Я тебе сказал, что мастерская. Я тебя спрашиваю, покажи мне. Она у меня как гараж. Я здесь какие-то поделки делаю для себя. Я здесь, я не живу в мастерской. Я понял тебя. Что ты в этой мастерской делаешь? Скажи мне, что? Я здесь отдыхаю. Я ее арендую просто, она у меня как гараж. Я здесь поделки делаю. У меня верстак здесь, вся хуйня. Я отдыхаю здесь. Ну, на самом деле, Россия, наверное, поднялась, что сейчас бомжи уже имеют возможность купить тебе смартфон дешевый и выйти в интернет. Так что тут как бы... А ты ни хуйники стримы не наберешься, потому что я хуйня конченый. Серьезно? Ты просто бесит. Ну, ладно, пусть будет по-твоему. Иди за хуйню. Давай. Накати еще. За Россию, за свободу. Иди на хуйню, дурачок. Навального поеду скоро. Скажи еще чего-нибудь. Слушай, а если Навальный станет президентом, мы тебя потом найдем. Ты за свои слова ответишь. Нет, ты же говорил, что против Навального вроде как. Не, ну если Навального президента выберут, ты что думаешь, вам это потом не отольется, что ли? Все вспомнится. Да я пластику сделаю, на хуйню. Не, не поможет все равно. Поменяю все. А я, не, подожди, я сразу переобуюсь. О, как там, как его там? Вот так вы, вот так вы, с***, делаете всегда. Переобуваете. А ты будешь, а ты рядом будешь, да, с ним там, правая и левая рука. Смотри, я буду на законодательном уровне продвигать инициативу, чтобы наказанию подвергли вообще все население страны, чтобы, как бы, ну... Помнишь, как вот после этого, до окончания Второй мировой войны, все вот это германское, немецкое население, оно на Нюрнбергском процессе было осуждено и репарации потом выплачивало. Вот чтобы вы, как бы, вот эту всю свою вину пронесли через десятилетия, чтобы еще и ваши дети и внуки за это, как сказать, не следили. Ты понимаешь, что этого никогда не будет, и с чего ты взял? Вот и смотри, ты, по сути, раб, смотри, ты, по сути, раб, да, ты раб. И это последствия жизнедеятельности твоих предков, понимаешь? А знаешь, почему я раб? Потому что у меня в голове есть такая зона, отвечающая за рабство, поэтому я раб. Естественно, я тебе об этом и говорю. Это последствия грехопадения твоих предков. Вы свободные люди, вы свободные люди, я переклоняюсь перед вами. Не надо, это все лишнее. Зачем? Да ладно, не, не, я смотрю, ты грамотно чешешь так-то. Естественно. Понимаешь, да, в чем проблема? Что твои предки не пытались стать свободными, что ты тоже. Ну, я все равно охота, блядь, назвать, блядь, русским словцом, а, блядь, ну, полчаса тебя можно, блядь, называть таким. Да ты можешь называть меня как хочешь, ты-то от этого лучше не станешь, понимаешь? Так а ты-то тоже, блядь, ты как был, блядь. Смотри, вот ты сейчас ругаешься матом, да? И в кепке, блядь, гребаной, блядь, и все, блядь, чем-то лучше достал и станешь, ты не станешь никогда так и буду. То есть у меня кепка гребаная, а у тебя просто шедевр импортозамещения. У меня экологически чистая, понимаешь, да? И у меня экологически чистая. А ты, блядь, надел какую-то синтетику, блядь, все, давай, блядь. Вот в этом вся Россия, ё-моё, надеть на голову какую-то фигню. Давай, давай, переключайся, если хочешь, давай. Я бы еще на тобой поугарал. Не, вы там, конечно, не, вы так мелкими перебежками там будете туда-сюда показывать, блядь. Не натянут нахуй. Если б ты видел сейчас, что люди в чате про тебя пишут, если б ты видел, блин. А че пишут-то? Ой, блин. Это просто жаль. Я не понимаю, что, блядь, кто тебя смотрит, такие же смотрят, а вот че проблема-то, блядь. Клоуны. Два процента, как Соловьев говорил. Ну, представляешь, вот ты звезда теперь, ты на ютубе, теперь звезда уже в реальном времени. Да ладно ты, блядь, ты тоже на ютубе звезда будешь, блядь. Да ладно. Конечно. Какой там у тебя ютуб, чувак? Ну ты че, смеешься, что ли? О чем ты говоришь? Я вообще-то в подъезде снимаю так-то. Так я же вижу, вот ты сидишь. Ну, я говорю в подъезде на картах. Ой. Ну ладно, чувак. Интересно было с тобой просто чисто поржать. Нет, это еще не интересно. Это я еще пью пока легонькое. Интереснее будет дальше. А че-то дальше будешь делать? Напьешься и что дальше пойдешь? Кричать. Я еще интереснее. Россия вперед. Патриот и мордой. Че ты блядь? Ну ты ж патриот, естественно. Любой патриот должен нажраться и упасть мордой в лужу. Я вообще не касаюсь их тем, я общаюсь с других тем. У меня все за блядь. Че ныть-то? Вы ноете, ноете. У кого хуя все ноет? У меня все. Вообще все четко. Знаешь, что пишут, короче. Поговорил со Скворечником. Жесть, короче. Знаешь, в чем прикол? Вот если блядь разобраться, кто из нас Скворечник, в чем вопрос? Понимаешь? Я тебе говорю, что пишут такие же, как ты. В такой же ранетке. И кто в этой ранетке находится с одинаковое содержание. Это вы стадо есть такое. Что-то недовольный. Что-то это. Так вы делаете в этой жизни что-то. А что делать? Скажи мне, что нужно здесь? Что-то, по-твоему, мы должны сделать? Я не знаю, что это делать, пипец. Че вам не нравится? Меняйте, пипец. Если ты такой человек, ты ничего не сделаешь. Понимаешь? Ты меня просто в ступор просто... Я уже такой думаю, что же делать, а? Что же с тобой можно делать? Лечить, лечить тебя надо. Лечить тебя надо просто реально. Примудительно. Примудительно. А вот так сидеть, что вам кто-то что-то должен. Да никто вам не должен ничего. Делайте что-то для этого. Надо делать. Ни хуй к вам не пойдет само. Понимаешь? Ты говоришь, что само не пойдет. Я в чат рулетку вышел, и вот оно пришло само. Понимаешь? Вот такое вот, как ты. Ты хочешь блогером стать там, что ты не хочешь работать. Я пытаюсь стать блогером, пока не получилось. А вот такие пишут тебе там, и они себе пишут. О, молодец. Да ты-то себе канал делаешь. Ты себе делаешь подписчиков. Иди на них, кто тебе сейчас писал. Вот чем проблема. Понимаешь? С чего ты взял? Да я тебе говорю. Потому что вот. Ты мне говоришь, да? Все, ладно. Ой, чувак. Давай. Давай, может быть, увидимся потом. Увидимся, конечно, еще. Так-то ты бесявый человек. Ну, такой. Даешь стряску. Ну, может тебя от этого от***** там. Давай. А тебя Путин от*****. Давай. Ой, ребята. Да-то весело было, конечно. Андрей, вызови ему неотложку. Да там никакая неотложка уже не поможет. Ой. Ну, вот что с такими можно сделать? Вот вы думаете, что он психопат? Нет. Это его обычное состояние. Обычное его нормальное состояние. Ну, это, конечно, очень хороший диалог получился, я считаю. Это просто лайки, ребята. Это просто лайки. Такие большие и жирные. Сидит в бомжатнике с деревянным скворечником на голове, нацепленный бородой. Говоришь, его все устраивает. И он менять ничего не хочет.